Высокий пинг, потеря пакетов, ошибки и вылеты. Последние пару суток нашу с вами любимую игру колбасит так, как никогда до этого. Многие при этом задаются вопросами, что тут происходит? Почему у меня ошибки? Проекту скоро конец? Давайте же попробуем вместе во всем разобраться, чтоб иной раз не нагружать систему бессмысленными вопросами и с учением в техподдержку. Итак, все началось около 23.00 23 сентября. Я как раз ввел стрим по футболу и начались первые звоночки, первая ошибка и первый вылет. Я на этом его и закончил. Лег спать и уже на следующий день, 24 числа, я зашел в игру и увидел вакханалию. Выкидывало из игры чуть ли не каждые 5-10 минут. Чат двоил и троил сообщения. Рынок и склад шатало туда-сюда. Но что же произошло? По данным, которые гуляют по дискорд каналам, на игровые сервера игры War Thunder происходит А так уж сложилось, что на тех же серверах, что и War Thunder находятся сервера кроссаута, так как издателем обеих игр являются наши любимые гайджины. Насколько это правда, я не знаю и напрямую утверждать не буду. Но полазив по форуму кроссовка и почитав разные посты о проблемах со входом игру, один из модератов форума таки ответил, что это была точно дудос атака. Это пока все, что можно было найти по этому поводу. Сами же разработчики ничего не сообщали, лишь сделав заявление в духе «мы в курсе, уже чиним». На момент записи данного ролика неполадки продолжаются. Но ошибки, утраченный бензин на рейдах, при вылетах и неполученная руда в КВ – это еще цветочки. Большое количество людей на странице поддержки начали писать о том, что у них пропадают детали и монеты со склада. И я не стал исключением. 23 числа, как раз перед неполадками, я выставил на рынок запрос на покупку вереска за 3К монет, после чего зашел днем в игру и не обнаружил свой лот на рынке. Думаю, вы уже догадались, что в истории рынка его не было и ни на склад, ни в виде монет обратно на баланс, я не получил. Я потерял всего 3000 монет, но в поддержке люди писали о реликтах, которые пропали при продаже или также при покупке терялись монеты и желаемая деталь на складе не появлялась. Советую избегать от покупки или продажи чего-либо на рынке во время неполадок. Если же у вас какой-то лот выставлен на продажу или покупку, сначала дождитесь стабильной работы серверов в течение минут 10, после чего лот лучше отменить. Также не стоит при каждой ошибке делать запрос в техподдержку. При создании данных тикетов вы отвлекаете поддержку от помощи тем, кому она реально нужна. Разработчики знают, что есть проблемы и пытаются их устранить. Не ломитесь в игру сразу после ошибки. Пусть пройдет какое-то время, при таких атаках дополнительная нагрузка ни к чему. Что ж, на этом у меня все. А как вы думаете, будет ли какая-то компенсация со стороны разрабов? Какой вариант устроил бы вас? Напишите в комментариях. Не забывайте за лайки и подписку. Вам не сложно, а мне приятно. С вами был Саботаж. До новых встреч, друзья!